К счастью, без происшествий продолжается уборка снега, но уже не с крыши, а с городских дорог и во дворах. Правда, по мнению тюменцев, не всегда успешно. Горожане жалуются на качество работы. Подливает масло в огонь и сама погода. Только за декабрь в областной столице выпало 183% осадков от месячной нормы. Начало января тоже выдалось непростым. За новогодние каникулы выпало 14 см снега. Это при норме 21. Усилить работу коммунальщиков призвал и глава города Руслан Кухарук. Так почему дорожникам не удается справиться со снежными завалами, выясняла Елена Старожук. Проехать по городским дорогам – сплошное испытание для водителей. Ну вот о чем говорить. Вот сейчас мы едем по улице 50 лет ЛКСМ в районе улицы Тульской в сторону центра города. Две полосы должно быть. Вот я просто прижимаюсь к обочине, чтобы попутный автомобиль проезжал спокойно. Ну, сами видите, вот половина полосы мы просто не видим. Из-за плохо очищенных дорог, пробки и высокая аварийность водители негодуют. Раньше такого не было. Это не отрицают и дорожные рабочие. Выпавшие осадки в декабре-январе доставили им немало хлопот. В декабре, опять же, 183% от месячной нормы. И выпали они в последние дни. Вот как раз в предпраздничные вся эта суета предновогодняя. И тут действительно транспортный коллапс. Да и в праздничные дни тоже. Вот в эти 10 дней праздничных снег шел 6 раз. То есть и тоже выпало уже больше половины месячной нормы. Подрядчики выпустили на линию практически всю имеющуюся технику. Но чтобы очистить город от снега, нужно время. Сегодня по плану генеральная уборка улицы Широтной. Дорожные рабочие с завалами справляются быстро. Работают сменами круглосуточно. Вот только не все горожане входят в положение. Кто входит, кто не входит. Кто даже с драками кидается. Ну как бы все нормально. А потому что всем же ехать надо. Нам вот не надо, им надо. Эффективность работы только практически в ночное время довольно-таки высокая. В дневное время в центральных частях города очень затруднительно работать, так как очень много машин. Это осложняет и уборку дворов, гребни и колеи. Вырваться из снежного плена могут только самые опытные водители. Я вот с женой следую, мы ругаемся. Я ей все время говорю, как ехать надо. Снега очень много навалило в этом году. Наверное, еще не выбрали за то, что праздники. А так вот, что если встречи на машину поедут, точно не разъехать. Снежные завалы выше человеческого роста. И такие горы практически в каждом Тюменском дворе. И вот кому уж это точно по душе, так это детям. Видно, что они облюбовали это место. Детворей радость. Нарыли пещер, детям хорошо. Взрослые возмущались до Нового года. Но сейчас уже устали возмущаться, наверное. И все, кучи лежат. Плохо все чистят. Снег не вывозят уже недели две. Так что я в соседнем дворе живу, но там тоже самое. Проехать невозможно. За уборку во дворах ответственность несут управляющие компании. Собранный снег они должны огородить сигнальной лентой. А на то, чтобы вывезти, у них есть от 7 до 10 дней. За выполнением сроков следит ведущий инженер квартальной инспекции. Нарушителям грозит штраф. До 30 тысяч на юридическое лицо. Если на должностное, до 10. Поэтому все стараются по большому счету. Бывают проколы или сломалась техника. Или еще по каким-то обстоятельствам. Устранить последствия снегопада в областной столице планируют к концу недели. Но отдыхать рабочим не придется. В выходные дни синоптики вновь прогнозируют осадки. Елена Старожук и Александр Старожук. Тюменская служба новостей.